12 августа 2024 год, еще одну запись сделаю, потому что очень много разговоров, вообще комментариев по поводу того, что будете дальше делать с Курском. Это сформулировал просто в одном предложении в обращении, в афоризме. Россияне, успокойтесь. Украина не будет присоединять Курск. Нам чужого не надо. Кому-нибудь продадим. Да, свеженький. Если серьезно, ребятки, то мы можем прямо сейчас, ну то есть ничего сильно не изменится, если сейчас уже значимость операции этой по входу через границу Российской Федерации такая, что даже если мы прямо сейчас, Украина уходит из Курска, дело уже сделано. Но поймите, когда вы пишете там, потеряли несколько бригад, в обмен на несколько сел, это все не так, ребят. Наиболее ценное в этом, понимаете, ну я уже говорил уже в предыдущих двух видео, что-то так огромное, красная лидия, нельзя там нападать на Россию, а то там атомная бомба, еще какая-нибудь хрень, превратилась в жидко-коричневую такую слизистую массу из-под Путина. Первое. Это раз. Второе. Вы видите ли вот это вот видео, когда наши взяли в плен чеченцев? Не чеченцев, я прошу прощения перед чеченцами, кадыровцами. Ахмат вот этот, да? То есть меня, я вам говорю, я с 14-15, я в АТО был, там демобилизовали потом, сейчас вот с 22-го года. Меня с 14-го года пугали. Кадыровцы, кадыровцы сейчас вот вагнерами еще пугали. Я даже, вы понимаете, это какая-то принципиальная разница есть между украинцами и россиянами. То есть, ну, вы думаете, они ужасно нас наводят, нет? То есть, ну, одно дело, когда я с вами так сейчас разговариваю, да, другое дело, когда вы видите в видео. Сидит там пяток, десяток, дюжина этих кадыровцев, головушки склонили друг на друга. А с ними наш парень там разговаривает. А ты откуда? Згрозного. Ах, Ахмат, Ахмат. А ты откуда, Згрозного? Ахмат, Ахмат. Ну, то есть, для нас, вы не понимаете, что вы для нас никакой разницы не представляете. Сейчас вот эти хохмы, которые ходят по интернету, после вот этих пленений, после того, как срочники рассказывают, ваши в плен взятые российские срочники рассказывают о том, что кадыровцы сдреснули первыми. То есть, вот это вот хохма в интернете, что лозунг Ахмат-сила официально заменен на Ахмат-скорость. Дойдем до Ахмат-импульс. Я с 14-го года, опять же, мне говорят, это русские просто еще не хотят. Если бы они хотели, вас бы уже захватили. Я вот, когда Крымский мост первый раз, вот это вот, 7, какого там, 8 октября 22-го года, лупанули. Я спрашивал, видео есть, говорю, ребятки, а сейчас вы до сих пор не хотите? А сейчас уже мы, украинцы, зашли, после того, как вы нас атаковали, конечно, как аннексировали Крым, как захватили Донбасс. И не надо рассказывать, что я начинаю с Крыма, не упоминая Майдан. Наш Майдан, это не ваше сраное дело, понимаете? Также мы никакого отношения не имеем к вашему 93-м году, как у вас там Ельцин с танков в Белый дом расстреливал. Прямо в Москве. Нам что, после этого, Белгородскую область себе присоединять? На том основании, что у вас там переворот. И мне все, нет-нет-нет, это русские еще не хотели, если бы хотели, они бы сразу, они бы это... А я вас сейчас теперь спрашиваю, после того, как, блин, нафиг, выбили вас там с этого, блин, Харькова, ну, с Харьковской области, с Изюма, с Балаклей, утопили весь ваш Черноморский флот, блин, понимаете? Крейсер Москва там этот пошел, куда его послали. Правильно сделал. После того, как сейчас Херсон освободили, понимаете, оккупированную единственную область, областной центр, который вы оккупировали, Россия, мы его освободили. И теперь, когда мы, украинцы, войска Украины зашли на вашу территорию, и сейчас держим под контролем часть вашей Курской области, вы до сих пор не хотите ничего начинать? Вам еще что-то надо, да? Или вы просто не можете? Или это просто импотенция? Понимаете, импотенция, это когда женщину хочется, но желание не твердое. Я извиняюсь, что сам себя цитирую, свои афоризмы. Но он тут очень уместен. Вот этот блеклый, пляшевый карлик, блин, что-то там себе творит, блин, пытаясь усидеть на этом троне. То есть он писал там в своей этой книге про крысу загнанный угол. Это крыса, загнанная на трон. И она сейчас, брыжа слюной, убивая, откусывая голову любому, кто бы к нему не подходил к этому трону, пытается уцепиться когтями, хвостом, зубами, ушами, блин, за этот трон. А вы все говорите, что это мы еще не хотели начинать. Ну, в общем, ребятки. Пишут, что бы вы не делали, ой, нас свели, а вы теперь народ всегда страдает, простой народ страдает. Зачем вы к нам идете, этот народ всегда страдает. Ребятки. Ну, так как бы с 14-го года страдает украинский народ. Если это все договорняк, так может как-то давайте чуть-чуть и ваш народ пострадает. Ну, почему наш и ваш общий простой народ страдает, должен, обязательно должен страдать на украинской территории. Почему у меня в Харькове мой дом под минометами, там под авиабомбами. Ну, может как-то давайте уже 10 лет прошло. Давайте чуть-чуть и на вашей, да, пострадаем совместно. И ваш простой народ, да, мы же там тоже сейчас погибаем. Наши пацаны погибают. Простой народ. Это ж там не какие-то царьки сейчас воюют в БТРах, в БРА для себя. Давайте чуть-чуть на вашей территории пострадаем. Я не буду даже говорить лет 10. Просто пробничек, чтобы вы поняли, что мы 10 лет от вас переживали.